МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ангарский маньяк продолжает черный список своих жертв. Михаил Попков уже осужден, отбывает пожизненное заключение. И вдруг он решил признаться еще в 60 чудовищных преступлениях. Теперь самый кровавый маньяк утверждает, на его совести 81 загубленная жизнь. Душегуба много лет не могли поймать. Он расчетливо вел двойную жизнь. Попков работал в милиции и сам выезжал на места своих же преступлений. Следствию помогли одна улика и случай. Сегодня этот зверь за решеткой, и вот новые показания. Почему ангарский маньяк вновь заговорил? Был ли у него подельник? Могут ли сбыться мечты кровавой убийцы о свободе? Мы взялись за это дело и провели свое расследование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тарас и совершил убийство. Вроде думаешь, зачем? Дай *** на нее. С ней там это. Проходит какое-то время, например, опять ситуация повторяется. Думаешь, да... Остановись. Остановись. Вот этот мораторий лучше бы никто не отменял бы. Может, оно и лучше было бы. То есть вы для себя какое выбрали решение? Это вопрос. Пущая мера наказания. Михаил Попков – серийный убийца и насильник. Самый страшный человек России и всего постсоветского пространства. Получивший прозвище «ангарский маньяк». Приговорен к пожизненному лишению свободы. Сознался в 81-м убийстве. Только нашей программе удалось в очередной раз разговаривать душегубы. Сейчас вот, когда у меня шестой десяток, я уже могу как бы это... Ну, знаете, как сказать, что вроде как мудрым стал рассуждать какие-то там, закономерности выводить. А тогда? А тогда мозгов не было. Вот так. Впереди очередное судебное заседание. Приговор известен заранее. Ведь подследственный гражданин Попков уже осужден на пожизненное лишение свободы. Остается узнать лишь новые детали злодеяний ангарского маньяка. Сейчас убийца знакомится с материалами уголовного дела. И как это не дико планирует свою будущую жизнь. Надеется, что когда-нибудь его помилует суд. И он выйдет на свободу. Курить. Каждый день по 300 раз отжиматься. Вот, или по 400. Мне-то всего 20-ку осталось отсидеть. Можно ли так себе настраивать? Ну, можно. 53 плюс 20, 73 еще. Бодренькие люди. Как получилось, что серийного убийцу Попкова не могли вычислить в течение двух десятков лет? Ведь искали ангарского маньяка лучшие сыщики России. Это неудивительно, ведь милиционер Попков вел двойную жизнь. Попкова признали виноватом. Виновным в 22 убийствах, совершенных в городе Ангарске и его окрестностях. 14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному заключению. Остаток дней бывший сотрудник милиции должен провести в колонии особого режима. Но до места отбывания пожизненного наказания он пока так и не добрался. Просить прощения у родственников своих жертв по-прежнему не собирается. Раскаяние какое-то есть? Я, наверное, тысячу раз, наверное, уж раскаялся. Если я об этом сейчас тысячу первый раз скажу, ну, это что, больше веры моим словам будет. Январь 2017 года. Ангарский маньяк Михаил Попков дал новые шокирующие признания. Он сообщил, что причастен к убийству еще нескольких десятков женщин. Нам в настоящий момент установить его причастность имени к 60 преступлениям. Это помимо 24, за которые он уже осужден. То есть в общий счет, в настоящий момент мы имеем 84 преступления. Это 81 убийство и 3 покушения одного убийства. Может ли один человек совершить столько преступлений? Был ли у Михаила Попкова подельник? И почему тогда серийный убийца скрывает его имя? Единственным ангарским милиционером, который мог подойти на роль подельника Михаила Попкова, был оперуполномоченный городского управления уголовного розыска Евгений Шкурихин. Капитана милиции убили в Ангарске в конце 90-х. И тогда преступление не было раскрыто. УВД города Ангарска. Здесь работал оперуполномоченный уголовного розыска Евгений Шкурихин, которого какое-то время считали основным подельником Михаила Попкова. Евгений Шкурихин родился и вырос в небольшом городке Тайга Кемеровской области. После окончания школы и службы в армии он вернулся домой и пошел работать в милицию. Молодого парня определили в уголовный розыск, в отдел, который занимается расследованиями преступлений на транспорте. Вскоре он перебрался в Ангарск. Хорошо он по службе шел, постоянно по лестнице, по этой. В 27 лет отойти до капитана это уже значит. Командировки, потому что транспортная милиция, кражи были, убийства. Сами понимаете, что в поездах делалось. Раньше эти годы вообще страшные были. Судя по всему, Попков и Шкурихин познакомились именно во время работы в Ангарском ОВД. Их связывал криминальный бизнес, воровство на железной дороге. Однако дружбы между мужчинами не было. По крайней мере, так утверждает вдова оперативника. Попков занимался перегоном машин. У меня мой, Евгений, занимался справками по машинам. Вот именно по тем, которые перегоняли. Проверял их, когда их возили с Востока. То есть у них могли быть какие-то общие, нерабочие и нерабочие интересы? Могли хоть где. Вашего покойного мужа, там некоторые недобросовестные, видимо, наши коллеги, назвали подельником Попкова. Это абсурд. Это такой абсурд. Иркутские исследователи детально изучили личность и служебную деятельность убитого оперативника. Версия о связи Шкурихина с преступлениями Попкова была отвергнута. Но зато стало ясно, на чьей совести жизнь капитана милиции. Попков ночью ездил по городу Ангарску, атаксовал в свободное время от работы. И одним из клиентов оказался Шкурихин, который подсел к нему в автомобиль. Их было два. Они остановили Попкова, попросили их подвезти туда необходимым адресом. За денежное вознаграждение, кто, собственно говоря, согласился. Так, как зарабатываю еще помимо работы в отделе милиции, в частном извозном. Доверил первого мужчину до отреза, а потом уже повезло до Шкурихина. В ходе поездки между ними конфликт развился на почве того, что якобы Шкурихин им отказался платить за проезд. И Попков, недолго думая, имея за своими плечами, уже огромный опыт в лишении людей жизни, вывез его в лесок, в ближайший, который находился там буквально в 10 метрах от дороги, где его хладнокровно озадушил и там бросил валяться. Попков, недолго думая, что он был в лесу. И в лесу, и в лесу, и в лесу, и в лесу. Прежде чем скрыться с места преступления, Попков обчистил карманы несчастного. Попков, конечно, он опешил, увидев то, что убил своего коллегу. Но, тем не менее, хладнокровие взяло верх над Попковым. Он взял удостоверение, дадил им ключи личные, которые тоже нашел там же у себя в автомобиле. Выбросил там все, вот туда обнаруженные вещи, остальные личные Шкурихина. И труп Шкурихина был в лесу, на месте, где он с него убил. Тело капитана Шкурихина нашли через несколько дней. Никаких улик эксперты тогда не обнаружили. Да, мне поставили бытовое убийство удавления петлей. В свидетельстве о смерти. Михаил Попков признался в убийстве коллеги через 15 лет. Он точно показал то самое место, где задушил оперативника и где выбросил его документы. Был сделан осмотр места происшествия, куда указал Попков, что бросил личные вещи. И были обнаружены фрагменты удостоверения сотрудника медицины и ключи, которые он показывал, что туда бросил. То есть в очередной раз показания Попкова нашли свое подтверждение. Шкурихин стал случайно жертвой самоуверенного в себе Попкова. Может быть, он что-то там увидел у него, что Попкову некуда было деваться. Его только нужно было убить. Все, шансов здесь не было. Что же произошло на самом деле? Ответ на этот вопрос дал сам ангарский маньяк Михаил Попков. По его словам, убийство он совершил случайным. Капитан Евгений Шкурихин вполне мог догадываться о двойной жизни коллеги и стать случайным свидетелем кровавых преступлений Попкова. И именно за это маньяк расправился с ним. Но правду уже никто никогда не узнает. Сам серийный убийца путается в показаниях. Это основное из правил. Никому не доверять и никаких подельников не брать. А я маленько цинично выражусь. А если уж где-то что-то пошло наперекосяк, то и подельника надо. Убрать. Убрать. То, что вы сделали. Классика жанра. Классика жанра. Михаил, почему вы решили все-таки дать новые показания и рассказали о новых преступлениях? Поменялись у меня просто мировоззрение, взгляды на жизнь. И я решил дать показания. Так ангарский маньяк объясняет, почему уже имея пожизненный срок, он решил признаться в десятках других изнасилований и убийств. Мол, совесть замучила, да и терять уже нечего. Михаил Попков, как и многие маньяки, обладает феноменальной памятью. Серийный убийца с поразительной точностью показывает те места, где 20 лет назад жестоко расправлялся женщинами. Вот кадры следственного эксперимента. Здесь я совершил убийство женщины на вид примерно моего возраста. Нанес ей голодорезанной раны. Почти 20 лет назад Анна Белоусова потеряла старшую сестру Оксану Солдаткину. И до сих пор вспоминает о ней со слезами на глазах. Оксана в последний раз позвонила где-то около 12 часов ночи, рассказала, что у нее все в порядке, спросила, как у нас дела. К сожалению, это были ее последние слова нам. На следующий день Оксана не вернулась домой. Я стала обзванивать ее друзей, знакомых, чьи номера мне были известны, знакомы. К сожалению, никто не знал, где она может быть. И тогда я поехала в милицию писать заявление о пропаже сестры. Истерзанное тело Оксаны и ее подруги Марины Власовой нашли на окраине Ангарска 6 июня 1998 года. Тогда местные оперативники опросили сотни жителей города, которые могли быть невольными свидетелями случившегося. Под подозрение попали несколько молодых людей, с которыми в последнее время общались Марина и Оксана. Однако у каждого из них оказалось железное алиби. Вызывали всех. Буквально были взяты номера телефонов. В ближайшие дни кто звонил. Допрошены были очень многое количество человек. Все, в принципе, были адекватные, что подумать на кого-то, ну, бесполезно. Даже в голову такие мысли не приходили. Убийцу безрезультатно искали несколько лет. Вы на линии работали. Хорошо. В Ангарске продолжали бесследно пропадать женщины. Изуродованные тела находили в окрестностях города. Руки изрезаны. Я на ней ограбление. Вот он, свет какой-то левый. Это была какая-то иномарка. Началась паника. Было очевидно, что здесь орудует маньяк. Слухи о неуловимом потрошителе докатились до столицы. Журналисты забили в колокола. В московском комсомольце появилась тревожная публикация. Убийца по средам. Корреспонденты для Красного Словца написали, что преступник выходит на охоту только раз в неделю. После этого в Иркутскую область прислали человека из Москвы. Следователя по особо важным делам Генпрокуратуры России Валерия Костарева. На территории Иркутской области, а именно в Ангаске, бесследно исчезают женщины. Причем эта история продолжается где-то с 94-го, ну, середины 90-х годов, по 2000-е, там 2001-е, ну, пропадали люди. В общем, что мер никаких не принимается, что женщины пропадают, это вызывает определенную тревогу, прокуратура бездействует. Опытный следователь методично пересматривал старые дела. Особое внимание важняк уделял так называемым двойным убийствам. В декабре 1999 года, в нескольких километрах от Ангарска, на пушке леса были обнаружены обнаженные тела Марины Лыжиной и Лилии Пашковской. По заключению экспертов, маньяк наносил своим жертвам удары лопатой. В истории убийства девушек была одна деталь, которая почему-то осталась за кадром. Интересный факт такой был, который мне тоже из головы не выходил. Там была обнаружена милицейская пуговица. Но она не внесена была. Так мне ребята в тихую сказали. Ну а почему? Я говорю, почему не внесли? Да, вот, наверное, когда мы там находились, у кого-то что-то отпало, и поэтому, значит, не придали этому значения. Каким образом металлическая пуговица с форменного кителя оказалась на месте преступления? Этот вопрос не давал покоя следственной группе Костарева. Так появилась версия, что убийцей может быть человек в погонах, военный, милиционер, пожарный или сотрудник колонии, которых в окрестностях Ангарска множество. Узвали всех и пожарных, и работников ГУФСИНА, и в том числе сотрудников милиции, как бывших, так и действующих. Тех, кто работал на период совершения преступлений. С 94-го по 2000-е годы. Исходя из этой методики, были составлены списки, поднимались сотрудники, работавшие во всех подразделениях, оперативные ГАИ, ППС, участковые, все, отрабатывали все категории. Запытливый ум и рвение местные сыщики прозвали столичного полковника Костарева Холмсом. Однако шел четвертый год сибирской командировки, а усилия его команды не давали главного результата. За это время была установлена группа крови преступника и генотип, которые сравнили с генами тысяч жителей Ангарска. В первую очередь, людей в погонах. Выйти на след убийцы помог обычный случай. Уже через год у нас был шанс, своеобразная судьба нам дала шанс раскрыть это преступление. В 2003 году в поле сотрудников милиции попала одна девушка. Но она видела, как садились к нему машины у Власовой солдатки. Что мы говорим, что у Власова она хорошо знала. И вот, когда она увидела этого мужчину, он вышел, и подходит хозяйка и говорит, а, менты приехали. И называет вот этого водителя по имени Миша. Теперь стало ясно, преступник работает или когда-то работал в милиции. И зовут его Михаил. Круг подозреваемых сузился. Генотип нескольких десятков милиционеров по имени Михаил не совпал с генотипом убийцы. Остался только один подозреваемый. Бывший оперативно-дежурный городдела милиции Ангарска, младший лейтенант Попков. После увольнения со службы он перегонял автомобили с Дальнего Востока. Аэропоративная группа выехала в Владивосток и задержала, после чего он был доставлен сюда. Следователи внимательно изучили его биографию. Попков оказался образцовым милиционером. О нем писали даже в местных газетах. Он был дисциплинирован, занимался биатлоном, хорошо стрелял. Однажды задержал особо опасного преступника. Знакомые коллеги Михаила Попкова испытали шок. Образцовый сотрудник, верный товарищ, любящий муж и отец. Но анализ ДНК показал, Попков тот самый ангарский потрошитель. Здесь, в этом двухэтажном доме, Михаил Попков прожил более 20 лет. Его знали как приветливого, доброго семьянина. Никто и соседи не подозревал, что рядом с ними находится серийный убийца. Наша первая встреча с маньяком Михаилом Попковым. Декабрь 2013 года. Он еще под следствием, пока не осужден. Надеется на то, что иркутские следователи никогда не докажут его вину, и он вскоре выйдет на свободу. Попков вспоминает те дни, когда мог цинично обманывать коллег и семью. Как вы жили? Вы любили семью? Вы занимались спортом? Вы выпивали, может быть, как человек? Как вы жили-то? Ну, кем вы были-то? Нормальным человеком, да? Как это? Регулярно. Регулярно, понятно. Все, как я всегда говорил, надо все чередовать. Сегодня день на лыжах, завтра нам пять водочки. Тогда Попков отказался просить прощения у родственников своих жертв. И вообще, как нам показалось, особой вины он не чувствовал. Есть вам в чем-то покаяться, вот пока мы так с вами разговариваем. А мне в чем каяться? В принципе, не знаю, я поспрашиваю, задаю все вопросы вам. Покаяться. В чем мне каяться? Ну, где я как-нибудь совершил эту жизнь? Каяться я ведь как бы не перед вами. Нет, ни в коем случае. Нет, просто, может быть, я чем-то виноват. А то, что... Это образно, я говорю. Образно. Перед Богом будете каяться, конечно. Господь Бог, он меня осудит. Свободный от службы время Михаил Попков подрабатывал таксистом. Его клиенты, девушки, выходившие из кафешек и ресторанов в центре города, не подозревали, что отправляются в последний путь. Как вы определили себе новую жертву? Почему кто-то доезжал до пункта назначения, а кто-то оказался в лесу? Я довозил человека до дома, конкретно стоял возле подъезда и смотрел, что она зашла домой. Я должен был определять, да или нет. Кого-то вы до дома довезли. Может, это все-таки как бы спонтанно. Какая-то неправильно сказанная фраза или брошенная реплика. Или выпившая девушка. Или наплевательское отношение по отношению к мужчинам, членам своих родственников. Иркутский исследователь Евгений Корчевский часто созванивается со своим легендарным коллегой из Москвы Валерием Костыревым. Старший товарищ всегда помогает советам. И в очередной раз рекомендует пересмотреть дела о нераскрытых двойных преступлениях. Ведь в свое время Костырев именно так распутал несколько так называемых глухарей. Зимой 1998 года жительницы Ангарска, подруги Анна Матафонова, Снежана Малькова и Марина Четверихова отправились в гости. Помню, что мы вечером встретились у Ани дома, в квартале у нее, прямо около ее подъезда, я помню, что мы. Вот. И пошли выпивать. Мы еще бегали в магазин, еще тогда, помню, в киосках продавалась алкоголь. Мы еще сбегали за бутылочкой. И потом, и вот это вот хождение, хождение, что мы были там, там, и я устала. Засиделись допоздна. К полуночи Анна и Марина засобирались домой, а Снежана решила остаться ночевать у друзей. Ну, и я думаю, что что-то я такая оставшая была, думаю, пойду полежу. И просто, видимо, отрубилась. В тот вечер Снежана выпила лишнего, и это, как ни странно, спасло ей жизнь. Девчонки, Сверякова и Матханова, они пошли домой. Идти было до дома, ну, буквально там метров 200. Перейти дорогу, и дойти до дома. Выйдя из дома, их на улицу увидел Попков. Он был в форме? Он был в форме. Останялся около них, сказал, девчонки, что вас подвезти. Те, видя до человека в форме, естественно, ему доверились. Ну, очень страшно, тем более, да. Ну, девушки, естественно, подсели, он воспользовался их, скажем так, да, доверчивостью, вывез их за пределы города Ангарска, и в итоге их охладнокровно, каждую по одиночке убил и бросил их там лежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Аааа! Анну Матафонову и Марину Четверикову нашли на следующий день на обочине трассы в нескольких километрах от Ангарска. Тела девушек были настолько изуродованы, что опознать погибших удалось не сразу. В районе Малой Илани нашли два трупа. Женщин было, как в описании, 40-45 лет. Но по одежде моей девчонки. И я когда прочитала, я поняла, что это они. Потому что описана была моя дубленка, описана была одежда, в чем они находились. Вот как сейчас помню, что или у Марины, или у Ани была кофта серая, с черными надписями Дольче Габана. Историю убийства Анны Матафоновой и Марины Четвериковой Михаил Попков помнит в деталях. Но объяснить, зачем он расправился с девушками, не хочет. Коротает время в ожидании очередного суда. Я совершил эти преступления. Так как это неприятные воспоминания, об этом стараться и не думать, и не вспоминать. Как проходит жизнь осужденного Михаила Попкова? Режим, круглосуточный режим. Шесть подъем, восемь. Проверка. Утрешняя. Ну, я завтрак, обед, ужин как бы пропускаю. Это, грубо говоря, семь пол первого. Шесть пол шестого. В девятнадцать ноль ноль вечерний просчет. Вот все остальное время. Чем-то надо себя занять. А чем себя занимаетесь? Ну, книги стараюсь читать. Какие книги вы читаете в следственном изоляторе? Последние прочитал Валентина Пикуля. Он Пикуля. Так. «Морской патруль». Так. О событиях Великой Отечественной войны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда-то это заброшенное здание было местом работы Михаила Попкова. До начала тысячных годов здесь располагался отдел милиции Центрального района Ангарска. Строго по графику, в сутки трое за пультом оперативного дежурного находился младший лейтенант Михаил Попков. Молодой офицер часто сам выезжал на места преступления, которые накануне совершал сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судебно-психиатрическая экспертиза признала Михаила Попкова вменяем. Он всегда отдавал себе отчет в том, что творит. То, что касается маньяков, имеет закономерность. Они в жизни в обычной порядочные, строго действующие по закону, имеющие в большинстве своем семьи, любящие свою семью и хорошие работники в таком социальном плане. Его может остановить либо полиция, либо естественная смерть, когда уже нету сил, ну вот нету сил, старенький, с палочкой, не убить ничего не может. Просто маньяка не остановит никакие обстоятельства. Внутренние, личные, семейные. Ничто не может повлиять на желание убивать и насиловать. Насиловать и убивать. Опытный криминалист не ошибся. Ведь в жизни Михаил Попков был незаметным человеком. Вот кадры домашнего видеоархива Попкова. Выходные, семья, отдых. Давай. Дайте здоровье, чтобы ты росла большой и не болела. Рекламная пауза. Лучший сникер – это сало. Семья Попкова была самой обычной. Михаил вместе с женой и дочкой любил выбираться на природу. А летом хотя бы один раз приезжал сюда, на берег Байкала. Бывший милиционер играл роль любящего отца. Попков сменил несколько мест работы. Служил в милиции. Трудился землекопом на кладбище. Охранником на нефтехимическом предприятии. А в 2007 году занялся перегоном машин из Владивостока. Именно с этого времени в Иркутской области перестали пропадать женщины. Когда Михаил Попков уволился из милиции, он занялся перегоном автомобилей. Раз в месяц Попков отправлялся во Владивосток. Подбирал там подходящую машину и на ней возвращался сюда, в родной Ангарск. И снова неприметная жизнь неприметного человека. Видно, она что-нибудь изображает. Если план сделать, то я думал, что это примет. Покуда? Полеет? Покуда? Ура! Родственники Попкова, жена, мать, дочь и сестра поверить в виновность близкого человека до сих пор не могут. Какой он был? Обыкновенный учился, занимался спортом до армии. 16 лет работал, отцу помогал. За собой посуду мыл, чтобы постель была убрана. Он нянчился с сестренкой на 5 лет старше. Я на работе на сутки тоже в МВД работала. В общем, муху не обидит, так понимаю, да? Он нянчился с ней. Какое у него отношение к дочке, можете рассказать? Дочку очень любил. Вообще, он работал для семьи. Семья у него была на первом месте. Дочку везет на дискотеку, встретит. Это для него все. Поступила она в университет, возила в Иркутск везде. А вот близко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сидела перед телевизором, просто плакала. Новое судебное разбирательство над пожизненно осужденным Михаилом Попковым ничего не изменит в его приговоре. Маньяк до конца своих дней останется в тюрьме. Но важно другое. Родственники убитых Попковым теперь знают, что душегуб найден, изобличен. И ему назначено самое суровое наказание. Он охотник. Охотник, который ищет свою добычу, искал, который свою добычу. А вот московский Холмс, сыщик на пенсии, бывший важняк генпрокуратуры Валерий Костырев, по-прежнему считает приговор Попкову мягким. Хотя знает, на смертную казнь в России наложен мораторий. Многолетний опыт моей работы дает мне основания говорить о том, что здесь люди, которые не имеют права жить. Я не бог, но я считаю это в лишнем моем мнении. После второго приговора серийного убийцу Михаила Попкова этапируют в одну из колоний для пожизненно осужденных. Там его ждет спецкамера, небо в решетку, лязг замков и лай служебных собак. Близкие родные убитых им людей надеются, что ангарский маньяк никогда не выйдет на свободу. А вот его звериные глаза останутся в памяти навсегда. КОНЕЦ Такое мы увидели историю ангарского маньяка Михаила Попкова. До встречи на телеканале Россия 24. КОНЕЦ КОНЕЦ